Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас будет кое-что интересненькое. Пройдёмся по трендам. Сегодня покажу вам, как делать вот этих малышек. Способов применения такой сумки очень много. Сейчас я вам покидаю картинки. Такую сумку можно повесить куда угодно. Точнее все эти картинки сходим у знаменитых брендов. Вариантов так много, что меня даже уже не видно. Надеюсь, после всего увиденного вы поняли, насколько это удобный и универсальный аксессуар. Настроились на волну творчества. И готовы со мной шить такую сумку. И для начала работы нам потребуется пресс. Вы его уже могли видеть во второй части видео про розовую сумку. Ссылочка на неё я оставлю вот здесь. Вторым необходимым инструментом будут вырубки. Я их купила на Алиэкспресс. Если вы хотите тоже купить себе такие вырубки, я оставлю ссылку в описании. Но помните, для того, чтобы работать с этими вырубками, нужен также и пресс. Ссылку, кстати, на него я тоже оставлю в описании. И прежде чем приступить к вырубке всех деталей сумок, мне нужно было приготовить все кусочки кожи под размер вырубки. А также приклеить сразу подкладку, чтобы вырубать сразу два слоя. Ну а теперь давайте пройдем к столу и посмотрим, как же это все делается. Поехали! А вот и мой пресс. Вы уже его видели, когда я делала тиснение фольгой на моей розовой сумке. Итак, нам понадобится для этого форма для вырубки. Ее я заказала на Алиэкспресс. Это стоит совсем даже не дешево. Но я решила позволить себе это, чтобы можно было сделать сразу партию таких маленьких сумок. Итак, ну все довольно просто. Кладем в форму. Сверху накрываем нашей будущей деталькой из кожи. Заводим. Давим. Все. Там специальные дырочки, чтобы вытаскивать. Вот, сразу с подкладом. Так, сейчас будем вырубать всю эту гору, которую я показала ранее. Алиэкспресс. Субтитры сделал DimaTorzok 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 я подготовила все детали будущих сумочек здесь их работе у меня 6 штук я пробила все отверстия которые должны были быть пробиты также отверстия для ножек отверстия для фурнитуры большой эти отверстия для того чтобы поставить большую планку замочек единственное к этим деталям уже приклеена подкладка она мягкая и хорошо гнется вместе с верхней части кожи вот эти две детали я не приклеивала подкладку пока еще не пробивала отверстие кроме центральной части потому что подкладка здесь толстая если я буду сгибать вместе идет деформация подкладки и для того чтобы этого избежать я буду в изогнутом состоянии уже ее приклеивать в таком виде то есть ее уже потом будет не разогнуть плоскость так как эту она уже будет согнутая и это также будет сразу согнутая также я подготовила все кромки я их проклеила чтобы краска для уреза хорошо ложилась сейчас я буду прошивать по контуру клапаны и все нужно будет прошить и дальше я буду красить края на клапане на бортах здесь сверху также буду красить поперечные части основных деталей и нужно будет также прошить ручки и покрасить сначала покрасить потом буду пришивать и вместе с пришиванием к вместе с пришиванием к основным деталям то есть это одним проходом идет пришиваем и дошиваем до края таким образом поэтому сначала покрасим и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я хочу показать, каким образом я загибаю изделие под нужную форму, чтобы подкладка не шла волной при изгибании. То есть я нанесла клей на обе части, выбираю позицию, в которой должна быть изогнута сумка и верхнюю часть заворачиваю на нижнюю. Таким вот образом. Сейчас вы посмотрите, насколько смещается линия. Вот здесь хорошо видно, где я проводила линию, и вот где в итоге она оказалась. И вот такой вот у нас изгиб получается. Видите, никаких складок нет. Ну и она, видите, уже не разгибается. С этой стороны я провела линию. Если я начинаю сгибать, вот видно, как оно идет волной. Вот, хорошо видно. А здесь уже все гладко. Ну что же, я подготовила все детали к дальнейшей работе. Покрасила урезы, обработала их перед этим. Прошила хлопаны на всех шести сумках. Таким вот образом. И дальше, следующим этапом, нужно будет начинать устанавливать фурнитуру. Начну я с установки ножек. Таким вот образом он выглядит. Вот в эти отверстия я и буду устанавливать ножки. И потом закрывать планкой и прошивать. Собственно, этим сейчас и займусь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вот я собрала все ручки у всех шести сумок. Далее я буду пришивать ремешки таким вот образом. Прошиваю эти ремешки и потом установку фурнитуры. Потом я уже установлю фурнитуру на клапан и пришью клапан к верхней части и в самом конце пойдут боковины. После этого нужно будет обработать врез и тогда все будет готово. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Это очень красивое и приятно, который в к Depotномянке положил Янешко. ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я пришила ремешки и верхний клапан одновременно с установкой колец для цепочки. И теперь нужно пришивать боковины у всех. Вот они у меня уже все подготовленные. Осталось только их пришить. И в самом-самом конце, когда я уже продену через боковины ремешки, я буду устанавливать фурнитуру на них. Ну что же, поехали. Чуть-чуть совсем осталось. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Осталось сделать две вещи, а именно покрасить боковые торцы и закрепить фурнитуру. Вот ее я сейчас и буду крепить. Для этого мне понадобится... Собственно, собственно, фурнитуру... И приставаем ей не отвертку. Давайте покажу на вот этом варианте. Вот. По такому принципу нужно будет закрепить встречную в мешок. И тогда будет готова фурнитура. Останавливается только покрасить портфель. Сейчас я установлю фурнитуру на все шесть маленьких сумочек. И вот сумочки готовы. Работа над ними заняла 56 часов. По восемь часов на каждую сумку. Лично мне нравится больше всего вот эта пушистенькая пони. Но она была и самой сложной. Ну и, наверное, вам уже не терпится посмотреть, какие образы я собрала с этими сумками. Их будет по традиции три. А также, прежде чем вы их увидите, я покажу вам обзор этой сумки. Как ее открывать, как закрывать. И немного кадров разных сумок вблизи. Используется аккаунт. Я покажу вам обзор. Используйтесь. Ну и с другой стороны. Используйтесь. Используйтесь. Ну и с другой стороны. Продолжение следует... Ну а на этом у меня сегодня все. Спасибо всем, что смотрели это видео. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие видео. На этом я с вами прощаюсь. Встретимся уже совсем скоро на следующей неделе. До скорых встреч. Пока!